Итак, глобальная волна. Мы готовимся, Владимир Владимирович! Смотрите в прямом интернет-эфире! Итак, глобальная волна. Да, я уже снимаю рекламу. Глобальный проект «Волна будущего». Ведите связь, чувствуете связь. Глобальный проект «Волна будущего». Глобальная волна. Да. Для преобразования массового нужна критическая масса населения, которое в этом верит и готово это двигать. Сейчас, сейчас, у меня тут есть умная визиточка. Это личная? Нет. Владимир Владимирович Ефимов, я для камеры. Задали вопрос, а что за значок у нас? Я говорю, это... Что за значок? Действительно. Технологически мы можем одномоментно превратить планету Земля в рай. Технологически всех накормить, напоить, обеспечить, летая на новых транспортах, средствах. Вот все возможно. Но нужно всем договориться. А так как все находятся на разных условиях развития, и это невозможно. Ближе, 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 ближе. Это невозможно. Потому что распределение уровня развития экспоненциальное, очень острое, экспоненциальное. 80% людей вообще к творчеству не имеет никакого отношения, не взаимодействуют, не готовы только подчиняться и исполнять. И только вот 15-20% очень резко распределены. И вот они определяют то, что творится на Земле. Доли процента – это ведущие. Остальное, так сказать, передают, как говорится, этот огонь. И там все остальное дальше соединяются руки. Потому что пока человеческое сознание не настолько сильно, чтобы оно могло творить в материи. Поэтому приходится объединять материальные потоки и руки людей для того, чтобы лепить, строить и так далее. А мы можем сказать, что где-то более концентрированного? Это не 15-20% населения, а, например, в России могут быть более концентрированы, там 30-40%. А вы где-то, где-то, в научной институте. Я слушаю. Вот, поэтому мы глобальная волна. То есть это опять-таки к значку относится? Да, к значку. Глобальная волна. Меня зовут Ярослав Старуковский. Меня все в этом саду есть. Очень принятный. Садуковский. Вот 8 лет тому назад я увидел, как будет развиваться общество, увидел, что интернет нас будет поглощать все больше и больше. И взял камеру и начал снимать. Я увидел, что есть единицы людей, есть именно нас. Единицы двигают цивилизацию вперед. Вы их появляли, а я интернет запрет в 75-м году. Я его описал, когда я занимался в это время вопросами развития разного человека и человечества. И тогда, понимая, как должно развиваться сам человек, какими... Ведь человек технологически пока может развиваться, он еще не может влиять на свои биологические процессы. Поэтому вот он костыли придумывает для того, чтобы усилить одно. Не может копать, вот, пожалуйста, лопата и так далее. Я вам сейчас нарисую, что творчество, а что не творчество. Ефимов Владимир Анатольевич. Вот, грубо, в свое время я занимался исследованием распределения способностей среди человеческих коллективов. По любым параметрам. По физическим, по эмоциональным, по литературным, по образовательным, по каким угодно. И все это вот укладывалось вот в такую кривую. Понимаете? Бедненько. Что она определяет? Вот, допустим, образованных людей, гениальных, доли процентов. Необразованных людей, которые, так сказать, с начальной школы или просто со школы, 80%. Дальше. Простых людей с нормальными физическими способностями, 80%. Олимпийских чемпионов единицы. И вот это распределение, если мы посмотрим, оно четко, совершенно укладывается. И вот я вам скажу, вот что самое важное. Здесь можно еще нарисовать один сопутствующий график. Такой вот. Значит, вот это воспринимайте как некая крышка, которая для этого хвоста закрывает от Бога мысли. Потому что творчество – это допуск к мысли творца. Вот здесь их нету. Здесь люди, они только исполнители. Они еще развиваются. Но они все вот придут к этому через много-много жизней. Они все будут здесь. Понимаете? Но вот это, это недоступно. Поэтому творчество начинается здесь и усиливается вот к этому хвосту. Поэтому здесь генераторы, здесь определяют вообще развитие цивилизации. Вот здесь их очень мало. Ну вот это было много сказано сегодня. Очень много. Вот, конечно. Чтобы не повторяться. Спасибо. Вопрос можно доказать? Пожалуйста. Как вы отвечаете творца от создателя? По плодам. Нет. И в чем их суть? Отвечаете ли вы этот подход? И в чем суть? Подождите. Вы тогда определите, как вы понимаете творец и создатель? Творец, я хочу, пожалуйста. Значит, прежде чем строить дом, мы обращаемся к институту. Это творец, который конструирует все дело. А потом даем проект строителю, который и создает это. Понимаете? Вот если мы начнем понимать те фундаментальные основы творчества и созидания, то понятно, что такое идея, которая идет от творца, и что такое созидание, вот это самое изобретательство. Я вам могу на очень простом примере. Нет. Я хочу это как у аудитории покажу. Все вопрос понятно. Потому что, понимаете, на любом уровне человеческой деятельности можно сделать высокотворческие решения. Даже дворник может быть очень творческим. Понимаете? И ученый может быть тупорным. Потому что он защищал диссертации не из-за своего, так сказать, творческих способностей, а потому что корпоративно это было. Какой-то чудовник. Спасибо большое. Господа, 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 господа. Я продаю в кулуарах, в кулуарах. Не, я объявление. А объявление готов? Давай, давай. Да, маленькая, да? Вот она. Господа, я сейчас смотрю. Да, глобальная волна. Мы готовимся, Владимир Владимирович! Смотрите в прямом интернет-эфире. Да, глобальная волна. Охру Georgia Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон.